И так, дорогие друзья, в желтый тейп у нас. Отличный удар. Просто плывел сейчас китайцев спастить Ганнибала. Очень жестко работает. И вновь натыкается на встреченные удары. Крит. Отлично пошел вперед сейчас Бурый. Какой блюхой залетел китайцев держата. Здорово всем. Меня зовут Вадим по прозвищу баскетболист. Мой рекорд в Махаче 1-1. Довелся достаточно уверенно. Проводил по две тренировки в день. Тренировался в основном с боксерами. Провел очень много спаррингов. Было очень много работы в парах. Тренировался с достойными ребятами. Своему противнике, могу сказать, большой парень. Он любит порубиться. Но мы будем брать его тактическим ходом. С ним рубиться никто не будет. Будем работать больше на технике. В своем прошлом поединке, могу сказать, что он прошел достаточно уверенно, быстро. Исходя из моей подготовки уверенно, я прошел очень быстро этого оппонента. И поэтому двигаюсь дальше. На прошлом бою меня вызвал на бой Витя Маори. Я думаю, это был бы интересный бой. Но исходя из того, что сейчас идет гран-при, этот бой будет проблематично реализовать. Но я думаю, что если найдется где-то промежуток, мы сделаем этот бой. Потому что я думаю, это будет интересно в каком-то своем роде. Это будет «Мага» и «Эмильяненко». «Махача» выбрал, потому что считаю, что это, наверное, самый лучший промоушен в Украине. На данный момент здесь бьются достойные типы. И я считаю, что это лучшая площадка, где можно реализоваться и показать себя как лучший боец. Привет. Меня зовут Рома. Тут, естественно, как «Викинг». Рекорд в «Махач» 1-1. Подготовка прошла, как всегда, по максимуму тренировать. Бажано каждый день было. Соперника знаю хорошо, потому что он тут с первого же сезона. Я хороший парень. Думаю, мы покажем хороший бой. Чему выбор «Махач»? Даже сам не знаю. Так получилось. Думаю, это выбор взаимный. Я приехал сюда к другому закопанию. И вот я тут так и остался. А все остальное... Бей покаже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И встречайте наших следующих уже известных вам бойцов, которые дерутся в рамках гран-при среднего веса. И поприветствуем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один из самых отважных рубак «Махача». Имеет в своем активе два поединка. Одно поражение против Коли Пасюка и победу над Галаевым Русланом по прозвищу Чаклун. Представляет город Коростышев. Его рост 184 см. Вес 87 см. И ему 28 лет. Я уверен, что сегодня он покажет яркий зрелищный поединок. Давайте его поддержим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы встречаем его оппонента! Теплюк Вадим по прозвищу Баскетболист! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также имеет два поединка в Махаче. Одну победу и одно поражение. Данчина Ярослава. Уверенная победа нокаутом над Александром Амельчуком по прозвищу Собака. Должен был драться с Витей Мавори в прошлом сезоне, но из-за травмы это не получилось сделать. Его рост 194 см. Вес 85 см. И ему 23 года. Вадим из города Киев. Хочу заострить ваше внимание на том, что бойцы с каждым сезоном становятся все сильнее и выносливые. И Вадим, я думаю, сегодня это вам докажет. Давайте его встретим и поддержим еще раз, друзья! Бойцы на середину. Напоминаю правила. Красивый, честный, кулачный бой. Височная часть, затылочная часть, позвоночный столб мы не бьем. Запрещены удары локтями, коленями, ногами. Никакой борцовской техники. Слушаем мои команды, после команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд! Время! Бой! И, дамы и господа, в черных тейпах колот Роман по прозвищу Викиг и в желтых тейпах Теплюк Вадим по прозвищу баскетболиста. Я все помню, просто сразу бой начался, и я такой, вау, что здесь происходит! Викиг пошел вперед, но он начинает заряжать, как всегда. Он такой, знаешь... Стоп! Замечание! Бил по позвоночнику. Бой! Ой-ой-ой! И Теплюк хорошо попадает. Баскетболист начинает работать дистанцию, использует свой рост, использует длинные руки, работает на отходе. Молодец! Молодец! Не входи в ближний бой, баскетболист. Викиг правильно делает, кричует, пытается войти в ближний бой. Просто просушил, чтобы выйти из этой ситуации, и все правильно делает. Все правильно делает. Хорошо, хорошо. Мне нравится, когда ребята пользуются апперкотами, когда бьют по корпусу. Вот это действительно круто. Ты знаешь, но иногда они бьют по локтям, по пальцам. Но это тоже больно. Пальцами. Викинг опустил, забрал и пошел вперед. И пошел вперед. У Викинга, кстати, кровь есть. Уже сетка на голове. Но он тратит... Зачем тратит силы? Хорошо откидывает баскетболиста. Да-да-да. Ребята начинают тратить, и видно, что в клинче начинают хитриться и правильно работать. Бой! Все-таки опыт уже как-никак. Но это становится интереснее. На самом деле, становится интереснее. Тем более, я думаю, что ребята все-таки поменяли какую-то тактику в подготовке, и они уже более готовятся под кулачные бои. И это сто процентов. Кулачные бои, одинокий бокс или другой вид спорта боевой. Снова тип люксушит ситуацию. Выходит из клинча и... Хороший правый навстречу. Ой, неподготовленный бэкфист. Такие бэкфисты лучше не делать, потому что можно прилететь на ответку. Можно. Но ты знаешь, что неожиданный удар, самый коварный удар, но слабенький. Викинг немного выдохся, я смотрю, и уже, знаешь, движения у него не такие резкие, как были в первые секунды. Да-да-да. Что же будет на втором раунде? А мы сейчас увидим. А зачем отдавать все силу первому? Тоже непонятно. Вон заводится. Викинг заводится. И он плохо контролирует свое эмоциональное состояние. Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Второй раунд! Время! Бой! Друзья, второй раунд. Баскетболист держит дистанцию. Викинг все прет вперед. Хорошо двигается. Викинг просто не попадается. В хорошем ближнем работе баскетболист. Хорошо сделал двоечку. Очень сильно Викинг суетится. Этого здесь не нужно делать, здесь нужно все подконтрольно. Стоп! Прям драка. Викинг делает драку. Знаешь, это не то место, где нужно наводить суету. А если и наводишь ее, то делай это технично. Красиво ты сказал. Красиво ты сказал. Спасибо. Суета делает технично. Это надо еще постараться. Разнимаю, потому что попадаете по затылку. Бой! Раз, два. Вот так. Баскетболист хорошо встретил джебом. Стоп! Затылок. Второй затылок. Опасно. Викинг дерется. Сейчас он разозлит баскетболиста, мне кажется. Сейчас будет какой-то момент из-за этого затылка. Баскетболист держится, работает на дистанции, руки расслабленные. Руки расслабленные, опущенные, но он хорошо их выкидывает, и ему ничего не мешает, что он их держит не сверху, а внизу. Но два бойца подустали. Второй раунд, но уже подустали. Потому что я тебе скажу ближний бой. Здесь сейчас идет борьба. Они цепляются. Они очень много тратят свои энергии. И это абсолютно true. Задержка. Задержка пока они двигаются, сближаются, отходят, сближаются, отходят. Викинг остыл. Викинг остыл. Остыл, остыл. Не нужно встаиваться. Баскетболист тоже подустал. Видишь, как уже тяжело работает. Ого! Хорош! Ого! Хорош! Через плечо, я тебе скажу... В данный момент, в данную секунду. Стоп! Бой! Пробуй, пробуй, пробуй! Стоп! Это поединок. Здесь ближний бой, как ни круче. Тем более Викинг идет вперед, проваливается. Золотые двери наши. Золотые двери. Бой! Стоп! Бой! Бой! О! Ура! Бой! Тобой! Раньян! Золотые двери. Бой! 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 Раньян! Бой! aires! Бойцы, 5 секунд. Бойцы дерутся для вас. Показывает настоящее зрелище. Давайте их поддержим! Заключительный третий раунд. Время! Бой! Викин пошел вперед. Такой включил немного сельскую технику и просто попер вперед. Это Махач, друзья. Вот это уже Махач. Викинг терпел до третьего раунда, а теперь он за Рубу пошел. Хорош, достал, достал. Посмотрите, сколько он накидывает ему ударов. Как минимум очки свои он зарабатывает. Как ты красиво сказал, суета, которая... Технично нужно наводить суету. Если ты делаешь суету, то делай это технично. Но в данный момент это было технично. Да. Практически. Хорош! Хорош с правой. Почему баскетболист валится и идет вперед, непонятно. Непонятно. Хотя может работать на дистанции. На дистанции работает. Но вот все-таки, мне кажется, сыграла злую шутку с ним вот эти опущенные руки, когда он держит их внизу и не держит переднюю руку спереди. Не держит дистанцию. Я с тобой согласен. Держал бы руку, было бы гораздо интереснее. Викингу было бы не так просто подобраться к нему в этот ближний бой, который он навязывает. Ты видишь, Викинг навязывает свою игру постоянно. Он лезет к нему, поджимает его, а ему только остается клинчевать, пока Викинг зарабатывает баллы. Все. Стоп! Бой! Бой! Так, устали два бойца. Продолжается поединок. Викинг, несмотря на то, что устал, он прется вперед. И это при этом радует, потому что... Баскетболист очень сильно устал. Баскетболист перестал работать. Я удивился. Вообще перестал работать. Но я тебе скажу, это давление Викинга измотало его. Просто измотало. Ой-ой-ой. Бой! Давай-давай-давай-давай. Немного, ребятки. Осталось чуть-чуть. Но Викинг забирает третий раунд. Я думаю, он забирает весь поединок. Мое мнение. Он показал спрессинг. Он показал бух и прессинг. Он показал реально. Знаешь, когда, если два бойца примерно равны, то выигрывает тот, у которого больше напора и у которого больше амбиций. Здесь показывается сила духа. Хороший поединок. Я думаю, что у Викинга просто в этом бою было больше амбиций. Я думаю, что у Викинга просто в этом бою было больше амбиций. Бойцы, на оглашение. В этой, наверное, даже не поединке, а кровавой рубке, которая длилась всю дистанцию впервые, кстати, за сегодняшний вечер, победу единогласным решением судей одержал Теплюк Вадим по прозвищу баскетболист! Баскетболист! Рома, это уже, наверное, легенда Махача. Ему надо придумать прозвище Викинг-чугунная голова. Человек без задней передачи. Настоящий воин, настоящий характер. Рома, спасибо тебе, что ты с нами. Как тебе этот бой? Ну что, все было классно. Чуть не получилось, но бывает. А так все хорошо, всем спасибо. Кто приходит сюда, смотрит, поддерживает пацанью. Спасибо. Толян, что ты тут за мной, то пацаны так же приехали из Крастышева в первый раз. А так все, будем работать дальше. Покер с Гран-при. Я хочу передать привет и поздравить моего сегодня день рождения сестренки. Маша с днем рождения. Я, конечно, самый лучший брат и человек там, блин. Но стараюсь. Так что с днем рождения завтра буду. Все, всем спасибо, Андрюха. Спасибо. Извиняйте, если что он не так. Похер. Посмотрите, вот чем отличается Махач от других организаций, кулачных и не только. Вот благодаря таким искренним, настоящим, не побоюсь этого слова, мужикам. Все это и существует. Спасибо, Ром, тебе большое. Вадим, с победой тебя! Прошел дальше. Показал настоящий рост, настоящую технику великолепную. Как тебе дался этот поединок? В первую очередь спасибо всем, кто сюда пришел. Поддержка в таких боях очень важна. В бою готовился на самом-то деле очень серьезно. Проходил по две тренировки в день. У меня были топовые спарринги. Коля, Кеуш, Леха, Тихий. Пацаны, которые по духу мне близки. Это очень сильно мотивирует и заставляет показывать такой результат. Еще есть такая возможность. Я вот по утрам постоянно бегаю. И молодые пацаны, им там лет 15-14, они валяются в непонятном состоянии. Телки возле них какие-то неясные. Я хочу обратиться к вам, пацаны. Не занимайтесь хуйней, реально. Топите в залы. Показывайте уровень и доказывайте это в зале. Не важно, шахматы, борьба, похер. Показывайте свой результат. Это очень важно. И для меня честь, наверное, драться в самой лучшей организации в Украине. Это Махач. Я считаю, здесь это топ. Спасибо всем большое. С вами был баскетболист. Рефери дядя Саша хочет добавить. Обратите внимание. Сегодня первый раз за всю историю Махача мы услышали. Я тренировался серьезно. Две тренировки в день. То, о чем я говорил. Каждый приходит и говорит, я не тренировался, плохо. Ребята, берегите себя. Тренируйтесь. Никто не говорит, не драться. Вы мужчины, вы вышли. Вы уже, в принципе, победители. Поэтому тренируйтесь, приходите, пробуйте себя. Молодец. Бонус заслуживают ребята за такой бой? Заслуживают, спасибо. Артем, как скажешь, как бой? Пацаны, красавцы тоже опять не разочаровали. Бой просто супер. Викинг, воин, красава, ты правильно все делал. Как раз таким высоким, длинноруким бойцом так и надо работать. Поджимать, смазывать его удары, не давать ему на дистанции работать. Но единственное, тебе нужно немного расслабиться. Если хочешь, чтобы удары были сильнее, то, наоборот, нужно расслабить руки, а не сжимать. Когда сжимаешь, ты от этого и устаешь быстрее, и удары слабее. И точности нет. Вот немного нужно расслабиться. Это придет со спаррингом и с опытом, и тогда будет все вообще супер. Ты, баскетболист, красава. Когда он у тебя действительно давал дистанцию, ты голову чеканешь, как мячик. В натуре баскетболист. Тебе нужно было больше в сторону уходить. Ты несколько раз это делал, и тогда его проваливал, и отвечал очень красиво. Но потом немного поустал и стал лениться, то есть принимать ленч. Да, да. С таким лютым типом нужно рассчитывать на 25 раундов. Поэтому, да, ну а так отработал красиво. Мы когда пензавали с ним, он говорит, что там с боку такие швайки, как по печени мне туда. Я говорю, ну, он как-то старается тратиться. Красавцы, красавцы. Ну а так, в целом, бой хороший. Молодцы, заслуженный бонус. Спасибо. Привет. Меня зовут Адам. Я из Киева. Я готовил определенную тактику на бой. Рандомную. К бою я готовился сам. Почему я пришел на Махач по Качану? Меня поддержат друзья. О своем сопернике я знаю, что он хороший человек. Всем привет. Меня зовут Рустам по прозвищу Мансур. Я из Киева. Подготовку проходил сам, без тренера, без никого. Определенной тренировочной стратегии у меня нет. Просто выйду, покажу все, что умею. Зачастую оно так и бывает. Поддерживает меня моя любимая жена. Она будет присутствовать со мной в этот момент. Оппоненту желаю удачи. И победит сильнейший. И наша следующая пара тяжеловеса в рамках гран-при тяжеловеса. И поприветствуем первого бойца. Аглюллин Руслан по прозвищу Мансур. Дебютант нашей организации. на кастинге показал себя как самый бьющий и тяжеловес. Представитель города Киев, его рост 192, вес 100 и ему 34 года. Занимается много лет кравмагой, что означает быстро находить уязвимые места своего оппонента и обезвреживать его. Давайте поприветствуем этого бойца! И поприветствуем его оппонента Адам по прозвищу Азраил! Буквально неделю назад приехал к нам на просмотр в зал и ворвался в гран-при тяжелого веса. Его рост 183, вес 101 и ему 27 лет. Участвовал в соревнованиях по боксу среди юниоров и имеет третий юношеский разряд. Сегодня дебютирует в нашей организации, поэтому давайте его поприветствуем и поддержим! Бойцы, на середину! Напоминаю правила. Запрещены удары локтями, коленями, ногами. Никакой борцовской техники. Позвоночный столб, присоточная затылочная часть не бьем, лежачих не добиваем. Слушаем мои команды, после команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Первый раунд! Время! Бой! Итак, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Мансур, в желтых тейпах у нас Адам. И пока так в глухой защите перекрывается. Расстреливаюсь. Мне очень интересно посмотреть на... Представителя Акравмаги, Мансура. Да, да, да. Спасибо, что рассказываешь, как это называется, потому что я немного забываю, впервые слышу. Ну, смотри, как будут так одиночными. Расстреливает сейчас Мансур Адама. Не спеша, не спешно. Сильно так не врывается в ближнюю дистанцию, не пытается зарубиться. Потому что видишь, что там и Адам готов, видишь, заряжает удары. Да, у Адама хорошие, мне кажется, удары такие закидушные. Он пытался что-то, но потом резко остановил, потому что понял, что не попадет. Ух, 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 локоть. Да, видишь, перекрывается так довольно интересно, что множество ударов может попасть в локоть и как раз, в принципе, нанести травму его оппоненту. И это как бы есть такая многоходовочка. Сейчас пока подавливает у нас Адам. Мансур, прошу прощения. Максимально спокойно, так знаешь. Интересно, интересно, что же сейчас будет. А все представители Акравмаги абсолютно все такие вот спокойные, хладнокровные. И, как ты видишь, сейчас он отлично набрасывает. Работаем, бой! Не зажимайся, не зажимайся! Так, залетел с ударом в локоть, залетел сейчас с ударом. Ты видишь, что он делает? Все он сделал как бы по сути правильно. Да, есть видно, да, просигнализировал как раз таки Адам, что у него травмирован кулак. Ну и сейчас, я думаю, сейчас Мансур будет уже потихоньку разбирать своего оппонента. Слушай, у Мансура, мне кажется, опыт прямо сейчас присутствует. Кладнокровно работает, и посмотри, как перекрывается локтем. Очень круто, очень круто. Это, мне кажется, первый человек, который действительно держит вот такую защиту, и она работает. Да, когда-то Артем Ломов рассказывал про такую защиту, что есть некоторые ребята перекрываются локтями. Смотри, что он делает. И да, полетел добивать сейчас Адам. Прошу прощения, Мансур. Два. Три. Как кладнокровно работает. Очень. Очень интересно наблюдает. Спокойно. То есть он даже своим спокойствием заразил всех зрителей. Да-да-да, все так спокойно наблюдает. Руки. Бой! Адам его вообще не может ничего сделать, не может попасть никак. Да, это конец первого раунда, но я думаю, уверенно здесь раунд за Адсур. Спасибо. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Второй раунд! Время! Бой! Делают их прям первая плюха от Адама. Передний боковой залетел. Прямо так с первых секунд, и видно, как перекрывается высоко, держит локти Мансур. Слушай, мне нравится Мансура защита. Во-первых, он держит переднюю руку, чтобы через нее не так было удобно перекинуть, а во-вторых, это всегда... Да, набрасывает сейчас удары Мансур, набрасывает удары, и да, есть очередной нокдаун. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, реагирует, восемь, девять, реагирует. Работаем! Бой! Бой у нас продолжается, дорогие друзья. И снова Адам закидывает свой боковой. Да, передний боковой далеко от цели, но и мажет и Мансур. Перекрывается, медленно подбирается, если бы он еще резал углы и не бегал бы за. Да, чуть-чуть бы ножку сместил бы вправо. Да, пока пытается догнать, есть очередной нокдаун. Очередной нокдаун отсчитывают Адаму. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Я думаю, знаешь, интересно было бы посмотреть на него, на такого же противника, только с высоким темпом, который держит такой тоже низкий крепыш. Да, вновь в центре у нас... Витя Маори, да? Вот такой, как Витя Маори, либо Добряк, это было бы очень интересно посмотреть на это противостояние, но пока поджимает. Мансура, по сути, бегает сейчас за Адамом. Адам уже не знает просто, что делать, Адам просто уже растерялся и не знает, что делать. Да, вот, по сути, да, закрывается в уход защиты. Я считаю, что да, нужно снимать, да. Да, все правильно, рефери делает, Александр правильно все сделал, да, и это победа, победа Мансура. Доброе утро! Бойцы, на оглашение. Итак, в данном поединке во втором раунде на первой минуте 46 секунды техническим нокаутом победу одержал Аглюллин Руслан по прозвищу Мансур. Азраил, наверное, немного перегорел, не был готов. Давайте его поддержим. Каждый, кто выходит в этот мешкогон, мужчина. Попался более опытный боец, но в любом случае молодец. Как тебе твой дебют? Огонь! Мне кажется, или у него рука сломана? Да? Судя по всему, в первом раунде, когда в защиту в локоть вошел и работал левой только. Но давайте его еще раз поддержим. Молодец! Тяжелый вес, дебют. Поздравляю с дебютом, с победой. Холоднокровность просто зашкаливает. И техника. Как вам поединок, как в Махаче? Поединок отличный. Мне очень понравился. Вообще очень импонируют кулачные бои. Как вид спорта, как вид со связания. Хочу поблагодарить мою любимую жену, которая здесь сегодня меня поддерживает. Собственно, после моей болезни она мне и напомнила, что нужно написать, обратиться и напомнить о себе, что я готов выступать. Всем спасибо, ребята. Занимайтесь чем-то полезным, потому что жизнь бывает необычайно кратковременна, и не нужно время тратить зря. Спасибо своему оппоненту, спасибо вам за классную организацию. Всем спасибо. Паша, твоя школа. Скажи несколько слов. Ну, с Рустаном мы знакомы уже не первый год. Зная, как он готовился, он вообще не готовился. Он переезжал с места на место, бил по мешкам, в паре не стоял, мы с ним только что разговаривали. Как так? Нормально. Ну, техника, дух... Он сам инструктором является по кровомагии. Он... А кто знает тренера? Тренера знают, что когда учеников тренируешь, все углы понимаешь. Но... Потел. И, скажу честно, волновался за тебя. Кричал, что-то выкрикивал. Красавчик, рад за тебя. Желаю продолжать в том же духе. Мы еще с тобой потренируемся. Удачи в следующем. Молодец. Не показал себя, но я думаю, что еще покажешь. Всем спасибо. Давайте еще раз поприветствуем бойцов. Это их дебют. Спасибо вам большое. Меня зовут Владимир. Мое прозвище Пижон. Мой рекорд Махача 2-1. Противнику желаю закончить поединок без травм. Махач выбрал меня. О своем прошлом поединке могу сказать, что было жарко. Всем привет. Меня зовут Эдик. По прозвищу Псих. Махач для меня это диагноз. Тренируюсь 3 раза в неделю. Упор делаю на сближение. Оппоненте могу сказать, что он характерный боец. Всем Махач. Псих. Встречайте следующую пару бойцов, которые дерется в рамках гран-при среднего веса. И поприветствуем первого бойца. Чихутин Эдуард по прозвищу Псих. Встречайте с этой Приехал к нам из поселка городского типа «Саврань» Одесской области. Его рост 175 см, вес 79 кг и ему 29 лет. КМС по карате «Годжиру» – первый взрослый разряд по боевому самбо. В прошлом поединке в рамках гран-при потерпел поражение против бойца по имени Мецгер Сергей. Но в связи с травмой Сергея проходит дальше гран-при Эдуард на замену. Поэтому давайте его поприветствуем и встретим! И мы рады встретить, не побоюсь этого слова, самого харизматичного бойца «Махача» Дума Владимир по прозвищу «Пижон»! Вуго представляет город Киев. Базовый борец. Его рост 182 см, вес 82 кг и ему 26 лет. Имеет рекорд в «Махаче» 1-2. В прошлом поединке закатил невероятную рубку Стерошенко Игорь по прозвищу «Чапа». Я думаю, после этого поединка он может поменять прозвище на «Вова Бэкпист». Это единственный бэкпист, который четко залетел в цель в «Махаче». Давайте поприветствуем Володю! Бойцы, на середину! Напоминаю правила. Никакой борцовской техники. Запрещены удары локтями, коленями, ногами. Затылочный, височный, позвоночный столб не бьем. Лежачего не добиваем. Не отворачиваемся, не садимся. Будет предупреждение, потом снимаем баллы. Слушаем мои команды, после команды столб не работаем. Пожали руки. Судьи готовы. Первый раунд! Время! Бой! Итак, дорогие друзья, один из хайповых поединков. Пижон в желтых тейпах. В шортых тейпах у нас псих. И тут же встречает. И псих сразу же залетает. Да, готов встречать он Пижона. Что же нам покажет Пижон? Интересно бэкфист. Смотри, как аккуратно он срабатывает. И полетел Экфист. Стоп! Не попадает, но... Успел среагировать псих. Много залетел. Видно, по сосылку залетел. Удар. Я надеюсь, что, знаешь, Пижон все-таки вот уже третий бой. И я надеюсь, он наконец-то тренировался, перестал выпивать. Так он предыдущему бою готовился и выиграл. Сейчас он был в Карпатах. Это мы помним. Сейчас он был в Карпатах. И я так понимаю... Тоже знаем, что он был на сборах. И смотри, сильные стороны. Это клинч. Смотри, он еще пытается бороться клинча, плечом добавляет удар. Слушай, Пижон я хочу сказать, что... Минус балл. Сразу минус балл за удар после команды стоп. Время. Время. Два. Три. Работаем? Четыре. Все. Бой! Время! Интересно готовился ли он к этому поединку. Я думаю, что 100%. Потому что и Карпат, и все, и все должно было повлиять. В Карпатах точно готовился. Точно готовился. А вот после Карпата интересно, что он делал. Видно, что он в форме. А после Карпата просто кайфовал. Да, есть нырнул Псих. Так залетел. Так вновь у нас клинч. И... Его пытаются отжимать. Стоп! Отжимать. Видим, что Апсих физикой пытается додавить в этих моментах клинча. 30 секунд! Какой жесткий развес сейчас пропускает Пижон. Раз. Два. Три. Бой! Сейчас полетел вперед Псих. Апсих сейчас чувствует уверенность и набрасывается от Пижона. Но это... Пижон его сбрасывает, зажимает его. Попадает. 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 Сейчас Пижон. Отвечает сейчас. Тихий этап. Это на последних буквально секундах. Что происходит? На последних секундах первого раунда отлетает сейчас. Тихий. 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 Пошел всех обнимать. Благодарить всех за бой. До новых встреч. Конечно, больше не стоит. До новых встреч. До новых встреч! До новых встреч! Играет музыка. Готовность. Бойцы, подошли. Подошли. Две секунды. Оба борцы. Никакой борцовской техники. Клинч буду разнимать. Судьи готовы? Готовы? Второй раунд! Время! Бой! Ну что же, дорогие друзья, второй раунд против «Пижона» против «Психа». Мы видели этот превосходный первый раунд. И «Псих» снова вперед. Пытается отвечать. У всех очень сильный. Антропометрия у него очень порядочная. Смотри, какая идет борьба у нас в клинче. Мало кто ребят показывает жесткий бой в клинче. Но ты знаешь, что и «Пижон» хорош в клинче. Смотри, как своей физикой работает «Псих». Бой! Так что я думаю, что для «Пижона» это очень интересный поединок. Но вновь «Псих». Пролетает по воздуху, разрезает воздух. Но самое главное – это клинч. Видишь, мы больше увидели уже в начале второго раунда. Ребята по сути так начинают больше работать уже позиционно в клинче. И видно, как борьба за позицию идет. Как грамотно отбивают корпус. Как пробивают... Отбивают, вернее, корпус ребята в клинче. Стоп! А ну куда он наполнялся? Я ухожу куда именно наполнялся. Предупреждение. Это проход в ноги. Бой! Геймплан у «Пижона» мы же видели по предыдущему поединку, что он в клинче очень хорошо себя показал. Вновь попадает в «Псих». И попадает в «Сих». К сожалению, «Бэкфист» пролетает мимо. Работа по корпусу хорошая. Обрабатывает корпус «Псих». Стоп! Работаем, бой! Так, бой продолжается. Полетел вперед у нас «Псих». Буквально даже без ударов просто сблизился. Сразу же хотел заклинчевать. И видно прям... Видно, как «Вога» готовит этот «Бэкфист». Он подлетает вот так смешно боком. Да, прям не прячет вообще. И он зацепил еще даже немного случайно скользь. Даже по защите он зацепил. Но этот «Бэкфист» видно за минуту. Просто видно сдалека. Смотри, смотри, смотри. Ну это же... Что ты делаешь? Вог! Прошу прощения «Пижону» подсказать, что очень очевидно. Я думаю, секунданты в его углу. Но нужно готовить этот «Бэкфист». Не так. Я думаю, этой ошибкой может реально воспользоваться все. И смотри, что творит «Пижон». И да, концовка у нас просто вновь шикарная. Немного зарубились бойцы. Я думаю, horпалません. Hare же поселок. Я думаю, что что время выron고 대そんな四 Grundぇ. Не в二可以 совершить эксперименты. У вас будет미цбол? У вас будет specially тем article на ниж仔 Дубогприхи 손ё Raj. Это, docs в ficarели. Это может вам прошли свои где-то неп suкоши и почему? Бойцы, 5 секунд готовность. Оба сюда. Не ныряем, потому что это не нырок, а это вархоз в ноги. Никакого подкидывания плечом. Судьи готовы? Готовы? Третий раунд! Смотри, как поддерживает Пижона. Какая поддержка у Пижона. Но я думаю, что Психу надо уже уверенно забирать третий раунд, если он хочет забрать победу. Вновь у нас клинч. Клинч хорошо нанес удар. Хорошо уклоняется Псих. И даже сам попадает под корпус. Сейчас Пижон, смотри, полетел вперед Пижон. Не отпускает. Слушай, поддавливает Вола прям хорош. Очень хорош собрался в третьем раунде. И удар после... Предупреждение, локоть. Какой локоть? Сейчас будет дисквалификация. Работаем, бой! 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 Бей первый сейчас! Бой! 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 Интересно, здесь есть инспектор кулачных боев, это клинч, и на него также стоит обращать внимание. Видно, что устали бойцы, устали спортсмены, но... Каким ударом попадает! И отвечает Псих, успел ответить Псих также акцентированным ударом. И обработка такая по корпусу. Чисто массаж по корпусу, но я думаю, что у Психа более акцентированные удары по корпусу. Больше он складывается в свои удары. И сейчас только посмотри на эту зарубу. Прямо с хоккейного клинча пытался набрасывать пижон, но я слушаю, слушаю. На самом деле очень интересный поединок, очень интересное противостояние. И мне сейчас самое главное интересно узнать, будет ли экстра раунд. Друзья, если вам нравятся наши бои, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчики и ставьте обязательно лайк. Спасибо вам, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На оглашение, друзья. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Чихутин Эдуард по прозвищу Псих! Давайте сразу начнем с того, что Вячеслав Владимирович Сенченко, главный судья, скажет несколько слов. По поединку... В этом поединке решил все исход первый раунд. Первый раунд было два нокдауна. Это 10-7 у нас получилось по первому раунду. Потом третий раунд мы все отдали Вове. Вова третий раунд выиграл у всех трех судей. Второй раунд выиграл Вова у меня. По счету у нас получилось 29-26, 29-26, 28-27. Единогласный получился. Вова, какой экстра раунд! Смотрите, для всех бойцов, опять же, сейчас тоже звезды кулачных боев скажут свое мнение. Нарушение. Давайте драться честно и красиво. Вы тоже, ну вы зрители, вы поддерживаете эту историю. Боец дерется, вы видите, я не знаю, может вам далеко, когда после, грубо говоря, судья отталкивает после клинча, ему там по печени прилетают какие-то удары. Он же в ответ не кидает. Я хочу, чтобы вы еще раз поддержали Эдика за его выдержку. Вова, конечно, звезда, все его любят, самый харизматичный боец. Что скажешь? Это все заебись, хулибазари. Понятно. Как обычно его слова. Эдуард, с победой тебя! Проходишь дальше в гран-при, как ощущения после поединка? Всем доброго дня! Здравствуйте! Всем хочу сказать, чтобы было тяжело настроиться на бой. После выпуска Скорпат видел Вову на интервью, конечно. Вова, я отец соболезную. Спасибо. Мы понимаем, что для каждого родителя это главное, что есть в нашей жизни. А так... В принципе, ожидал лучшего, но вижу физуха обратно. Она чуть подсела. Буду работать над ней и вижу уже какие-то провалы в своей технической работе. Так что всем спасибо. Андрюха, спасибо, что пригласил еще раз. Всем хорошего дня, всем Махач. Следите за боями. Друзья, к нам присоединился наш гость Абубакар Сулейманов. Чемпион хардкора в первой тяжелой весовой категории. Невероятные по каждой поединке. Скажи, как тебе в Украине, как тебе этот бой? Приветствую всех. В Киеве я первый раз. Город мне очень понравился. Сейчас готовлюсь тоже к профессиональному дебюту. Ребята, видно было, что на характере держатся. Подустали. В дальнейшем желаю удачи, здоровья. Приветствую Киев, так сказать. Спасибо за просмотр. gg